добрый день дорогие друзья сегодня 1 августа две трети лета уже прошло и 1 августа всемирный день отдыхологии что это такое этот день отдыха есть наука которая называется отдыхология вы не слышали о ней и я не слышал о ней и дня отдыхологии всемирного тоже не существует много наук придумали люди но нету науки о том как отдыхать и вы думаете это случайно нет всегда люди которые были у власти в той или иной стране они стремились к тому чтобы поработить людей и навязывать им свои в кавычках законы причем эти законы не всегда были человеческими а иногда были законы от врага конечно же были периоды когда бог разговаривал с людьми через пророков напрямую и он давал свои определенные советы людям как отдыхать и в библии мы знаем о том что бог сказал 6 дней работой один день покойся слово покой и то есть отдых и вот отдыхология это должна была быть создана наука уже давным 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 давно но она не создана потому что рабы не должны иметь возможности правильно отдыхать а рабство но как было так и остается сегодня просто она стала современным рабством и сегодня рабов уже не держат у себя в домах или поместьях нет рабов отпускают домой у рабов появились квартиры дома автомобили но у них нету свободы как ее не было и раньше и и поэтому науки под названием отдыхология до сих пор нет и в ближайшее время я думаю никто не попытается даже ее создать но раз бог нам повелел и сказал что мы должны шесть дней работать один день покоится то этот формула она применима и в месяцах что это означает что мы делим год из 12 месяцев на условно две половины на летний период и зимний период и после каждого периода скажем летнего мы месяц отдыхаем и после зимнего мы месяц отдыхаем получается что это необходимость для человека и когда бог вразумляет людей то это необходимо принимать как от него и поэтому сегодня когда люди находятся в заблуждениях во многих в большинства заблуждениях которые связаны с заботой об их здоровье с медициной образованием когда есть заблуждение в политике в экономике очень важно иметь азы знаний об отдыхе и отдых это не безделье отдых это ничего не делания нет отдых это смена деятельности скажем вы металлург или строитель или вы летчик вы на какое-то время прекращайте заниматься этим и вопросы эти вас больше не интересует или как бы стираете из своей памяти все то что связано было именно с этим видом деятельности на какое-то время но вот важно знать что есть недостаточный отдых а есть чрезмерный отдых а есть неправильный отдых как и есть коллективный отдых индивидуальный семейный это тоже надо различать и такие науки как коротология бальнеология это были попытки дать людям знания в вопросах отдыха но которые не получили завершающего до полного осуществления поэтому отдыха ведения наука должна быть создана и мы должны в ней развиваться совершенствоваться потому что отдых это часть жизни человека и у одних людей это большая часть у других меньше а у одних людей отдых отсутствует по 5-10 лет вообще и отдых подменяется врагом на другое времяпровождение при котором человек устает точно так же как на работе а иногда даже сильнее отдыха ведение 1 августа хотелось бы чтобы люди пройдя две трети лета подумали об этом и применяли правильно в своей жизни это понятие и это явление желаю вам божьей милости благодати до свидания